Добрый день, я в Демянском районе Новгородской области недалеко бывшая деревня Кулотина бывшая потому что ее сейчас уже нет разрушили во время войны ну и потом она не восстановилась это место диких боев просто несусветных потерь народу навалено если бы вы знали сколько наверное тысячи именно в этом месте в мае 42 года наступала 235-я стрелковая дивизия это были ее первые бои она как принято говорить свежая была только что сформированная не обстрелянная прибывшая с колес и с марша подведенная сюда и брошенная в бой естественно по приказу командования которое спланировало общее наступление с той стороны 166-я стрелковая дивизия тоже новая с этой стороны 130-я стрелковая дивизия тоже фактически первые бои на фронте после сформирования как 3-я коммунистическая стрелковая дивизия города Москвы создана она была в октябре 41 года и вот до мая месяца 42-го она не воевала а 235-я не была нигде сформирована была осенью зимой 41-42-го годов и подведена сюда уже к своему ну наверное гибельному месту по другому не сказать этого сурового, наросшего, дебреобразного леса во время войны не было особенно не было мелочи, которые вы видите вот этой вот ольхи, рябин, вот этих тонких ёлок вот этой вот мелочи крижи, вот по типу этих двух осин, что в кадре они кажутся сейчас крижами прошло 75 лет они вполне могли вырасти из тоненьких стволов ну вот старый ствол валяется упал над окопами здесь все изрыто окопами вот каждая вот такая высотка вот эта высотка, к которой я подхожу видите, вот она окоп а вот раскоп здесь недавно ковырялись посековики вот они раскопали вот этой кромешной, непролазной мелочи ее не было лес, коли был, был редким и низкорослым нашим парням в значительной степени приходилось чуть ли не в открытую напролом переть на немецкую оборону в лоб пытаясь взять плотина гибли при этом сотнями я представляю, что переживали необстрелянные бойцы ведь это же дикий ужас когда ты идешь еще весь полон сил маршем ну да, трудно, да, тяжело ну шагаешь, топаешь кто-то шутку-прибаутку кинет может быть и ты пошутишь чем-то но идешь и идешь это жизнь пусть на войну пусть на встречу неизведанному ну ты жив рядом с тобой живы твои сослуживцы твои знакомые, может быть даже родственники и тут вдруг за три дня раз и целыми полками и хублы к этому не привыкнуть не смириться с этим нельзя это тихий а может и не тихий но это просто ужас вот ход сообщения видите вот он пересекает от низины вот там и сюда пересекает дорогу засыпанную, естественно и пошел дальше туда, туда, туда к линии атаки аж атаковали там дальше куда я пойду завтра местные посековики эту территорию считали пустой выбитой на которую уже обращать внимание нет смысла ну нет наверху никого а в земле а в земле они не ковырялись это ботинки ботинки солдатские это кружка обычная лысвинская скорее всего кружка коричневая солдатская остаток каски стакан и этот так смята каска я думал стакан от снаряда здесь был бивачок Александра Петровича прошлый тот на котором я стою нынешнего года а это прошлого то что я назвал сущим ужасом от этой точки где я стою всего лишь в двухстах метрах завтра я иду туда с металлоискателем и попробую начать свой круг жизни здесь свою встречу с войной ничего предосудительного конечно в этом нет не нашли ну бывает жизнь и жизнь как говорится кому-то повезло кому-то нет пронес металлоискатель прямо над тем местом где дает сигнал металл сработал металлоискатель ты услышал ковырнул лопаткой ткнул щупом понял что там вскрыл может быть шуфик сделал и нашел или не нашел то что их много без сомнения то что они навалены здесь на всех сопках без сомнения я поскольку специализируюсь в основном ну так сложилось так как говорится к этому жизнь привела я специализируюсь на низинах в болотистых местах уже много лет тот кто меня знает знает эту особенность я похожу по низинам между сопками никуда людей не тянет не тянет по той простой причине что там всегда ведь мокрое чачно там нужны сапоги там ну там специфика болотная что тут сделаешь ну вот эту специфику я уже больше 20 лет тащу как лямку рюкзака на спине так что завтра посмотрим а сейчас пока ну что покажу наверное более подробно лагерь это пивак покажу более общий вид его тент натянул я перекладины уже были от того тента который использовал Петрович были вот эти бревна я их немного подвинул ближе к костру переделал костер новой рагули на новое место поставил мне кажется так удобнее сходил напилил сухих стволов напилил чербаки и кольнул мое жилище маленькое скромное ну трех четырех даже человек наверное поместит точно практически кухонный стол пилы газовая печка газ мы с собой возим как в баллончиках так и в баллонах то удобно это лучше чем на кастре более так инструментальный столик так сказать практически первое прохождение пилы штурма это перчаточная сушилка около маленького ручейка тем особенно это место тем что в общем-то в глухом лесу удалось найти ручеек пилы проточной водой с чистенькой водичкой которую можно спокойно пить а сейчас я вас приведу к очень печальному месту там находится все лишь в 50 метрах от лагеря на горке видите бубры земляные впереди сейчас мы подойдем поближе и вы увидите то же что увидел и я это бывшее полковое ну наверное полковое пока неизвестно какого полка кладбище 235 стрелкового диноза лет 20 назад поисковый сленг применю его дернули местные носиковики не будем называть фамилии и все здесь знают сработали плохо оставили как минимум останки 20 человек полных плюс масса останков недобранных мелких костей и вот в этих отвалах в этих отвалах которые перебрали аккуратно через ручки можно сказать через сито девчонки тюменского объединения нашли три медальона два из которых прочитали тысячи сомнений двух солдат это ботинки нужно или нет поднимать такие кладбища я сейчас убежден что нет поскольку это кладбище эти могилы они учтены в документах нужно просто глубоко изучить документы и найти соответствие привязок мест погребения этому месту и лежали бы себе парни спокойно так же спокойно как они лежат сейчас в мешках поскольку погребения не было пока оно будет очевидно на следующий год так же спокойно как лежали бы они и будут вернее лежать в будущем на воинском мемориале поэтому возникает вопрос зачем трогать он дискуссионный полемичный большинство людей пока за то чтобы переносить подобного рода кладбище я тоже когда-то переносил но не кладбище правда братской могилы пусть одиночные но не учтенные но не кладбище кладбище мы никогда не принесли и когда это стало массовым явлением когда поисковики перестали уметь отыскивать бойцов брошенных на поле боя когда они принялись за вот такие массовые захоронения где все легко и просто квадратно гнездовым способом тыскаю могилу подымая ее и вот тебе результативность и гляди даже иные данные одного двух трех там пяти десяти двадцати может быть бойцов из нескольких сотов это при всем том что эти могилы учтены документом военного времени и все те кого сейчас считают безымянными безымянными не являются соответственно на мемориале пусть только похоронят их останки их фамилии ученых документов не появятся там появятся только те чьи медальоны были найдены при вскрытии вот такой казус соответственно вопрошаю есть ли смысл переносить такие кладбища каждый сам ответит на этот вопрос соразмерно своим представлением о жизни и смерти собственным иллюзиям накопленным в течение своей жизни и и и и и и и и Продолжение следует...